Принц Перси Это самый классный фильм, который я когда-либо видел Ну что ж, бомж, мне кажется, настало время положить тебе конец Здравствуйте, здравствуйте! С вами ваш постоянный и неизменный ведущий Жан Мигель И сегодня мы поговорим о экранизации одной игрушки Она называется Принц Перси Оговоримся сразу Я играл только в самую первую часть 1989 года и самую первую часть 2003 года И там и там я далеко не продвинулся И поэтому сказать, как сильно кино соответствует игре, ее духу, персонажам Ну вообще, всем вот этим важным вещам, которые так важны для фанатов Я не могу Разве что, песчаных зомби не замечено А это сразу минус к рейтингу И к тому же, пески времени используют как-то неправильно, не по назначению В игре, как я помню, единственное назначение было отматывать свою смерть Упал на пике, тебя сожрали зомби Зомби, зомби А в фильме все это случается как-то то ли случайно, то ли ради баловства Это тоже вот такой минус к рейтингу, в конце концов, пески времени и кинжал Это самая главная вещь, которая есть в фильме, почему ей никто не пользуется Главный герой Простой Уличный оборванец Как и я! Пойми, Дастон ворует яблоки на базаре Ааа, начинается! Точнее, этим промышляет его друг Хотя, скорее всего, они работают в паре Короче, друга ловят и собираются отрубить ему ручки Со мной такое уже однажды случалось Может, заткнешься? Нет! На босоногий паренек бросается бороться с несправедливостью Ааа! 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 Стражники, увидев все эти элементы паркура Конечно, удивлены Но они все равно его ловят и собираются отрубить ему руки Ну а их останавливает султан На которого эти трюки произвели такое впечатление Что он решает сделать паренька Наследником трона Своим сыном Принцем Персии Проходит 15 лет Три брата ведут персидскую армию Мимо города Маламут Как вдруг их дядя такой лысый С ладейской бородкой Вечно в мантии Такой недобрый взгляд у него Говорит Наша разведка донесла Что в этом городе разрабатывают оружие массовое уничтожение Мы должны захватить этот город Да дядя, они же наши союзники Но они производят оружие Посмотри на этот ящик Ладно В атаку Ура Недолго думая, братья ведут свои войска в атаку Естественно, благодаря навыкам юного принца в паркуре Они берут этот город Сам же принц Дастон берет себе волшебный клинок Который он подбирает с тела одного неизвестного мужика Отдельно замечу, что городом правит принцесса Никаких упоминаний ни о короле, ни о королеве Не наблюдается Теоретически она должна быть королевой Но всем же известно, что королевы должны выглядеть вот так Поэтому она, конечно же, принцесса Дальше принца подставляют Подсунув ему в качестве подарка папе Отравленную мантию Сынок, за что? Он пускается в бега вместе с принцессой Почему? Никто не знает Они бегают зад вперед по пустыне Дабы рассказать дяде, что кто-то пледет Злодейский заговор Дядя единственный, кому я могу доверять Причем принцесса первую половину фильма дико раздражает И просто-таки напрашивается на хук слева Справа, слева, справа, слева И ногой, ногой, ногой В один момент принц даже продает ее в... Официантке Он продает принцессу, которая там... Все такое На невольничем рынке Работорговцам И они определяют ее в официантке Дебилы! Дальше сюжет спойлерить не буду Вдруг кто-то захочет фильм посмотреть Ну, чтобы им было смешнее как-то Неожиданнее Потому что очень многие события вызывают ряд вопросов Типа Что? Как? Нафига? Почему? Зачем? Какого хрена? Как это такое вообще возможно? Зачем они это делают? Что не вызывает никаких вопросов Так это все побеждающая сила Неотвратимого хэппиэнда Который также предсказуем, как игра в русскую рулетку с пустым барабаном Раз, два, три, четыре, пять, шесть Негра я выиграл! Я буду жить! Офигеть! Никогда бы не подумал Перейдем к техническому исполнению Восток сказочный Картинка красивая, но черно-белая Плохиши темные и со шрамами Хорошистые светлые и пушистые За исключением негра Который черный и лысый Да, негр героически погибает Но перед смертью умудряется швырнуть кинжал Из внутренней комнаты Высоченной башни Прямо в сваю, которая стоит на базаре рядом с главными героями Вау! Музыка отлично передает дух диснеевской ленты Аладдин Бои частью, сносные частью Крупноплановое моргание туда-сюда! Итого, фильм к просмотру простым убывателям Только если и не страдает отсутствие мозга по причине своего малолетия Не рекомендуется Фанатам же строго противопоказан Вот и подходит к концу наш видеообзор Тебе, бомж, конец тоже приходит Специально для тебя У меня приписана пуля с твоим именем Субтитры сделал DimaTorzok Принц Перс, это самый лучший фильм, который я когда-либо видел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok